Итак, вечерняя тренировка. Начинаем сегодня с пресса. Три раза по 15 скручиваний. Три подхода по 15. Второй подход. Обращаем внимание на технику выполнения. Во время отпускания назад старайтесь не прогибать поясницу. Поясничка все время должна быть прижата к скамье. При этом грудное тело позвоночника нужно постараться положить максимально, чтобы не было вот такого движения. Корпус двигается, а поясничка прогибается. Потому что со временем, при тысяче, при двух тысячах, при трех тысячах повторений позвоночник в этом случае начинает немножко травмироваться. Поэтому делаем с прижиманием поясницы и отпусканием плечевого, грудного отдела позвоночника на скамью. И перед тем, как подняться, делаем глубокий вдох. Именно такая техника позволяет улучшить состояние положения позвоночника, отдел груди. Продолжение следует... Итак, как вы видите, глубокое дыхание без натуживания, за голову себя не тянем. Можно делать небольшой рыбочек руками. При отпускании стараемся, чтобы при подъеме и отпускании поясничный отдел позвоночника был прижат к скамеечке. И в то же время стараемся ложить весь грудной отдел с расправлением плеч. И перед подъемом делаем глубокий вдох. После чего идет скручивание с постепенным поднятием от верхних позвоночков к нижнему. То есть получается верхний, все ниже, 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 ниже и происходит скручивание. И потом опять же ставим нижний и потом постепенно к верхнему. В конце глубокий вдох для того, чтобы загрузить хорошо межреберие и поработать с вашей осанкой. Итак, третий подход. Сейчас постараемся объединить все. Правильно, позиция ног, прижатая поясница, раскатывание, скатывание, вдох в нижней точке и на выдохе подъем. Позиция ножек должна быть, можно ее делать 90 градусов. Таким образом подъем будет слегка затруднен и будет вовлечены еще, начиная от верхнего и до нижней части пресса, это одна мышца. Будут вовлечены нижние кубики сильнее и можно немножечко разогнуть. Также напоминаю, что во время вот такой техники выполнения упражнения вашему подъему помогает квадрицепс. Некоторые говорят, я бы хотел изолировать квадрицепс, но для чего нам изолировать? Наоборот, нам нравится, когда все энергии работают квадрицепс, пресс и остальные мышцы. Изоляция в данном случае нам не нужна. Также мы работаем с шеей. Обратите внимание, как работают мышцы шеи. Итого. Работают квадрицепс и мышцы шеи, сгибатели шеи, что очень важно, потому что все эти мышцы должны работать. Особенно если вы спортсмен, который занимается, то есть упражнения, которые включают в себя много групп мышц, они помогают спортсмену в увеличении его перформанса, физической формы. Если шея расслаблена, пресс сильный, соответственно, ты получишь удар прямой с головы, пресс тебя выдержит, а голова улетит туда, куда. На задние ряды, а может быть даже на балкон, куда-нибудь в театре. Поэтому шея, все это должно работать вместе, тогда организм будет более не менее. Но опять же, это не упражнение, которое для того, чтобы сделать из тебя супер-мега спортсмена. Это просто упражнение, которое я использую как пример того, чтобы показать, как работают квадрицепсы в статике, бицепсы и шеи одновременно. Плюс диафрагма на вдохе, плюс мы задействовали здесь весь опорно-двигательный аппарат, непосредственно грудной отдел позвоночника, лопатки. И все для того, чтобы в комплексе упражнение было более осознанно. Итак, сейчас для разнообразия и улучшения взаимодействия мышц я сегодня сделаю три сет. Упражнение будет следовать одно за другим. Учитывая то, что я делаю три сет, количество повторений будет укорочено до шести, восьми, может быть, десяти повторений. Посмотрим, как себя поведет организм. Я не буду организм насиловать, холстать и требовать от него высокого количества повторений. Я буду делать и по ходу выполнения я буду чувствовать, как выбрасывает энергию мой организм. Если я почувствую, что на восьми-десяти повторений я способен продолжить, я сделаю пятнадцать. Если я почувствую, что после шести-восьми мой организм утомляется, я сделаю десять-двенадцать максимум. Итак, сейчас будет сделан три сет. Мы сделаем отжимания вниз головой, отжимания горизонтально и забьем это все более тяжелым упражнением отжимания на брусьях. Итак, начинаем. Устанавливаем ноги, ставим ручки на пол и поехали. Вот, в данном случае я счел десять хорошим. Делаем десять. Отжимания горизонтально. Вот, и сразу же идем на десять брусьях. Итак, что можно сказать. Тресет. Очень интересное упражнение. Вот были сделаны три по десять. Значит, довольно-таки нелегко, сердечко стучит. Какие советы можно здесь дать? Можно сделать, к примеру, сначала базовое упражнение, оно как самое тяжелое, потом, допустим, отжимания вниз головой, а потом отжимания горизонтально. То есть, чтобы чуть-чуть облегчить психологически. Или же мы можем оставить как было только что, отжимания вниз головой горизонтально брусья, но сделать маленькую хитрость. Первое упражнение сделать, отжимания вниз головой двенадцать, второе десять, третье восемь. Таким образом, увеличивается интенсивность и снижается количество повторений. И так далее. Варьировать можно, допустим, следующим образом. Сейчас мы сделали три по десять. Второй подход, второй сет, три сета. Мы сделаем уже три по восемь, а третий сделаем три по шесть. Таким образом, значит, снижение количества повторений будет не сразу же градуативно, да, то есть в первом сете. А во втором подходе, второго сета, просто на два повторения количество повторений упадет, снизится или уменьшится. Вот. Сейчас мы немножко отдохнем и приступим. Чувствуется пампинг моментально, организм сразу же заливает. Вот. Напоминаю, перед такой тревогой обязательно делать разминку. Вот, как я и обещал, значит, второй тресет. Сейчас, так как в первом было сделано десять, вниз головой здесь горизонтально десять грузов, сейчас мы сделаем восемь. То есть цель преследуется, хорошо нагрузить свой организм, но не делать каких-то либо экспериментов со своим телом и рекордов монастыря Шаоли. То есть сейчас делаем восемь повторений, красиво, четко, ощущаем свое тело, вот, не насилуем организм. Можно немножко менять позицию рук, шире, уже, на кулаках и так далее. Все эти вариации приветствуются. Первые восемь пошли. Вторые восемь пошли. Сильно не задерживаемся. Идем на треть. Значит, что можно сказать, чем хороший суперсет? Суперсет увеличивает резистентность к закислению организма, улучшает взаимодействие мышц и сердца, улучшает митохондриальную систему, улучшает силовую выносливость в целом, увеличивает волевой порог. Суперсетовые тренировки со своим весом дают очень хорошую психологическую подготовку. Организм привыкает находиться долго под нагрузкой. Ну и немаловажный фактор того, что суперсетовая тренировка, как вы видите, я сделал уже три упражнения в двух подходах, а всего затратил на это пять минут. Вот, очень похоже на, по своему принципу, схоже, не очень близко, но в то же время схоже с упражнениями на табата таймере. То есть, упражнения интенсивные, отдыхаю я где-то минуту, полторы, две, и в то же время объемные. Вот, сейчас мы сделаем третий подход, и грудь будет полностью закончена практически за пять минут. Вот это есть большой плюс суперсетовых трениров. Плюс, можно так сказать, что физиологи придерживаются такого мнения, что, значит, не нужно превышать интенсивную объемную нагрузку на свой организм выше десяти минут. То есть, в целом, все подготовительные подходы, разминка, там, 15 минут, разогревочные упражнения, основная задача всех этих движений для того, чтобы подвести организм к тем самым десяти минут интенсивной работы. Потому что на протяжении веков эволюции наш организм так устроен, что максимально сжать мышцы мы можем только на 70 секунд и так далее. А общая нагрузка, которую должен претерпеть организм, интенсивная, качественная, полезная, должна быть не больше десяти минут. Этого достаточно для того, чтобы подниматься ночью, достигать высоких результатов в спорте. Этого достаточно. Итак, как вы видите, солнце отпустилось. Оно практически за горами, за горизонтом. Спускается вечер. Травы отдают свой запах, который днем не могли, так как солнышко светило и все сохнет. Вот сейчас парк пахнет. Можете посмотреть в эту сторону, уже зажжены прекрасные фонари, они просто радуют глаз. Душа просто ликует. С той стороны, значит, на площадке мы можем наблюдать, пришли регбисты, зажгли стадионные фонари. И люди вечером собираются на площадке, когда ушло солнце. Это философия, это не передать. Это просто кайф. Если вы можете, я помолчу буквально 10 секунд, и вы услышите, как цикады шумят. Где-то издалека кричат детки, стучат мячики. Я чувствую запах травы. Это просто обалденно. А у нас третий сет. Третий подход планировалось сделать всего 6, но я сделаю 8, так как чувствую, что мой организм может. Идем дальше. Не сбывая оборотов, идем целенаправленно, хватаем металлических брусья и начинаем работать. Требуем от себя. Есть. Итак, утилизируем кислород, дышим активно. Получаем удовольствие от чистого воздуха. Получаем удовольствие от этого бесплатного ресурса. Кислород. Цените это. Дышите. Используйте природу. Мать природу. Она поможет вам расти, поможет вам тренироваться. Не забывайте, что все ваши рефлексы, которые закрыты внутри, нужно осознанно будить, разжигать. Получать от этого удовольствия. Дышать. Дышите. Живите. Живите, дышите. Радуйтесь жизни. Ну а сейчас, значит, у нас четвертое незапланированное упражнение. Как я всегда говорил, оно для улучшения наполнения мышц кровью. Значит, что я делаю в данном случае? Я сделаю 3 по 15 приведения руки. Это можно сделать и двумя руками тоже. Для чего я это делаю? Для того, чтобы пустить кровь в мышцы и очистить организм от продуктов распада. Сейчас я сниму футболочку. Так, я специально подошел сюда, немножко ближе к стадиону Рэгби. Для того, чтобы света было побольше, так как уже темнеет и меня и так плохо видно. Хорошо, что хоть слышно. Вот. И плюс можно было посмотреть вот эту непередаваемую атмосферу. Я прошу повернуть оператор. Вот. Вот эта непередаваемая атмосфера вечернего стадиона. Я сейчас попаду в кадр. И как вы видите, я в этой атмосфере. Я советую всем погружаться в атмосферу стадиона вечернего, утреннего, обеденного и так далее. Везде, где есть люди. Если вы дома, у вас депрессия, вы чувствуете одинокость. У вас не получается общение с людьми, с друзьями. Может быть, что-то не нравится в вашей жизни. Природа никогда в жизни не предаст вас. Травка, кузнечик, листик, огурчик с грядки никогда вас не предут. Пошли, съели, легли на траву, подышали травой, подышали цветами, побыли даже себе в одиночестве не от друга и так далее. И встанет намного легче. И вот так пошагово, поэтапно, если кто-то чувствует трудности занятия спортом, организм не хочет слушаться, сил нет, упадок сил и так далее. Идите вперед, шаг за шагом. Маленьким шагом, маленьким шагом, маленьким шагом вперед. Десять маленьких шагов сделают один большой, а один большой – это уже успех. И так, начали. Я цепляю свою резиночку, но и глядя на то, как люди играют в регби, я собираюсь сейчас поработать. 15 повторений. 2, 3, как вы видите, 4, 5, 6. Можно использовать как удар. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15. Это мотивирует, это радует. Значит, что можно сказать. Это упражнение также хорошо влияет на боковые вращатели пресса. Так что это можно расценивать и как второе упражнение на прессе. Второй подход. У меня такая регулируемая резина. Итак, поехали. 15 повторений. Поехали. 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 Что я могу сказать еще? Учитывая, что я держу резину на этом уровне, мои ноги прикованы к земле или стоят на земле, очень хорошее воздействие оказывается на позвоночник. Для тех, у кого есть какие-либо отклонения в позвоночнике, вы чувствуете какие-то неудобства, боли, может быть недостаточная трофика, недостаточно снабжается позвоночник кровью по возрастным каким-то причинам. Значит, эластичная резина, она очень хорошо приводит в организм непосредственно позвоночник в тонус. Есть куча упражнений, люди используют, там пресс, гиперэкстензия, там еще что-то. Но это все не то, все не то. Резина это как раз тот вид нагрузки, который наш организм, именно наш позвоночник любит. Немножечко где-то неправильно, где-то чуть-чуть под каким-то углом, какая-то диагональная тяга, какое-то вращение. Это то, что любит наш организм, потому что мы все-таки обезьяны. Да, мы люди, но наш организм это такая штука. То есть за годы занятий в зале я заметил, что ноги, тренажеры и так далее. Я, конечно, то, что ожидал, я получил от тренажерного зала, но я заметил, что будучи намного более слабым, я был намного более гибким и быстрым, и более разворотливым. Реакция и нервная система были другими, работали гораздо лучше. Ставь более сильным, более тяжелым, более мощным. Я стал более прямолинейным, менее гибким, менее взрывным. И как будто что-то отрезалось в манерной системе. Поэтому обязательно никогда не забывайте о функциональном тренинге. Я еще раз настаиваю. Отжимания со своим телом, прыжки, бег, упал, отжался, встал и так далее. Никогда не забывайте, потому что организм не прощает это. Вы должны всегда объединять. И объединять на правильном интенсивном уровне. То есть не перетомлять свой организм. Итак, третий подход. Просто приводим ручку. Отличное упражнение. Отлично. Упражнение на груз закончилось. Сейчас мы переходим сразу же без отдыха к упражнениям на бицепс. Моментально тут же. Отпускаем вниз резину. Поправляем все красивенько. Измеряем. Сразу же наступили. И без каких-либо задержек начали сгибать руки. 15 повторений выполнены. Отдохнем немножко. А тем временем, пока я отдыхаю, я готовлюсь ко второму упражнению на бицепс. Оно тоже будет комплексное. Многофункциональное. Вот. Я на самом деле не знаю, как это сейчас все будет выглядеть. Я просто увидел кусок трубы. Вот взял свою веревку. И сейчас мы будем стараться что-то из этого придумать, сообразить. Вот, смотрите. Вот я цепляю. Беру. Заверяю нужную для себя дистанцию. Дохвата. Отлично. Вот. Долго. Не думаю. Затягиваю петлю. И вуаля. У нас готов. У нас готов снаряд. Нам не нужен Твер-Х. У нас готов снаряд для второго упражнения. Также будем смешивать сегодня одно упражнение и второе. Начну опираясь ногами. Пускай вниз. И подтягиваюсь, пожалуйста. Вот таким образом. Сейчас я сделал один подход, я постараюсь разжать.